Это программа «День с толком» 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 Еще больше – это медработники, выполняющие рентгенологические исследования, лаборанты, а также врачи-эпидемиологи В целом, с учетом доведенных уже средств, это 82,3 миллиона рублей поступило на счета медицинских организаций С учетом разъяснения дополнительного, эти будут средства доначислены в медицинские организации и также выплачены всем сотрудникам План мечты готов, остается воплотить Рабочая группа реконструкции Барнаульского парка «Изумрудный» представила финальный проект парка Теперь точно понятно, это будет тихое место для отдыха, без аттракционов, но с большим количеством зелени В чем изюминка проекта и насколько экономический кризис повлияет на его исполнение, выяснил Илья Кочетков Десятки схем, эскизов, часть которых специфические документы, понятные в основном профессионалам В новейшей истории «Изумрудного» было много проектов, но лишь этот, наконец, воплощают Возможно, потому что впервые его разрабатывали под наблюдением общественников и с учетом мнения самих горожан А те сказали, хотим просто гулять в тишине Поэтому мы осознанно отказались от аттракционов и развлечений в парке А сделали упор на отдых, семейный отдых, тихий отдых, дополнительные услуги, культурную составляющую, событийную составляющую Аттракционы маленькие, нешумные, вместо кафе – мини-павильоны В остальном – небольшие некапитальные сооружения, аккуратно вписанные в архитектуру парка, оставшуюся по наследству от советского периода Жители Барнаула, да, наверное, и многих других городов, привыкли Если реконструируют какой-то более-менее старый объект, то зачастую просто сносят под корень все прежние постройки и сверху ставят новые Здесь не так Авторы реконструкции «Изумрудного» решили максимально сохранить советское наследие парка Ну, в частности, вот эту старенькую, но все еще крепкую и, главное, очень стильную входную группу Среди новшеств, которыми не может пока похвастаться ни один парк города, специальная площадка для выгула собак Вернется, правда, не сразу в строй и знаменитый пруд В целом парк разделили на несколько тематических зон Спортивную, ее соединят со стадионом Клевчения, для активного отдыха, детские площадки и так далее Самая большая – мемориальная, посвящена проходившему здесь Томскому серебряному тракту, кладбищу, месту расстрела сторонников советской власти Она же сильнее всего пострадала от рубок деревьев И здесь уже начались работы Высадили десятки саженцев Осенью добавят деревья крупномеры Владислав Вакаев, руководитель Краевого фонда имущества, говорит Несмотря на финансовые трудности, которые испытывают сегодня вообще все Большую часть работ первой очереди все же должны выполнить В первую очередь в этом году построить велобеговую дорожку по периметру парка с освещением Потому что именно эта дорожка является, знаете, такой осью главной парка Потому что здесь именно люди в основном гуляют, занимаются спортом, мамочки с детьми То есть это вот такая дорожка, которая, построив ее в этом году, мы бы уже смогли оживить парк Реализация остальных объектов зависит уже от дальнейшего финансирования А также от барнаульцев Эскизный проект выложен в открытый доступ в городских соцсетях И высказаться может любой горожанин Некоторые правки, например, сделать больше грунтовых дорожек вместо бетонных Авторы уже приняли к сведению Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком Пока выплачивала долг, банк решил вновь взыскать полную сумму через суд С такой проблемой к нам обратилась жительница Барнаула, которая, уверена, это мошенническая схема Полина Жданова продолжит Семейные обстоятельства, увольнение, болезнь Долги могут появиться внезапно Банки в положение входят не всегда и тогда требуют деньги не вполне честно Наша героиня, назовем ее, Алифтина задолжала одной из кредитных организаций 22 тысячи рублей Затем добровольно начала выплачивать А чуть позже банк почему-то взыскал эту сумму заново через суд Половину я уже выплатила, но неожиданно для меня В бухгалтерию на мою работу пришло взыскание от приставов судебное Опять этих же 22 тысяч из банка То есть они просто решили оформить судебный иск, который прошел задним числом Мне домой не приходило извещение о том, что было решение суда Эта история похожа на двойное списание средств Сейчас девушка добивается отмены судебного решения и остаток долга не выплачивает по совету юриста и приставов Правда, отдел взыскания банка с этим категорически не согласен Мы позвонили в банк от лица Алифтины 15 минут менеджер использовала всевозможные психологические уловки, чтобы девушка приняла быстрое решение Договором были строго обозначены сроки оплаты, нарушая их вы напрямую нарушаете законодательство Именно по этой причине агентство выставляет требования, что в течение трех дней до 11 мая Вы в срочном порядке восстановились в графике и внесли 6 тысяч рублей Отказ от оплаты зафиксирован Действие направлено на возврат долга агентство вправе продолжить Так как нам с вами не удалось договориться на добровольную оплату Случаи двойного списания в последнее время участились, говорят юристы Это делают разные банки При этом схема не попадает под мошенничество Несмотря на давление на должников, у юристов уже отработана четкая последовательность действий Пишет заявление об отмене судебного приказа Получает определение об отмене судебного приказа Передает его в службу судебных приставов Судебные приставы прекращают исполнительное производство Если в ходе исполнительного производства произошло списание денег Полное или частичное с должника Человек вправе обратиться в мировой суд Который вынес судебный приказ С заявлением о повороте исполнения судебного решения После этого человеку нужно прийти в Центробанк и вернуть списанные средства Наша героиня ждет отмены повторного взыскания зарплаты Чтобы продолжить погашение Но есть вероятность, что в банке с ее решением не согласятся Кстати, еще одна уловка для потребителя Подобная просьба вернуть уже отданный долг Может прийти от банка и годы спустя Так вот, если прошло больше трех лет Долг аннулируется и взыскать его уже нельзя В любом случае, даже если вы должник Бороться за свои права нужно, уверена Алифтина Чтобы кредитные организации прекратили политику двойной наживы Полина Жданова, Андрей Печоркин День с толком К другим темам В Барнауле открыли памятник водителям Великой Отечественной войны Повторно Постамент обновили в честь юбилея Великой Победы Советский труженик наслаждается теплым деньком и вниманием Спустя 45 лет у памятника водителям Великой Отечественной второй день рождения Инициатором вообще восстановления памятника был Роман Виталий Шерепа Директор автобазы номер один Потому что этот автомобиль именно исторически на этой автобазе работал Вообще сам по себе автомобиль, он представляется в очень историческую ценность Это дает нам возможность сегодня прикоснуться к тому святому На чем наши деды, прадеды ездили во время войны Памятник реконструировали Обновили постамент, сквер выстелили брусчаткой, посадили новые деревья и цветы Сделали прекрасный мини-сквер, как я ранее уже говорил Из хороших, доброкачественных материалов Жители города в любое время после, конечно, вот этих событий Связанных с новой коронавирусной инфекцией Могут спокойно прийти, спокойно вспомнить, привезти своих детей Это наша победа русских людей Когда узнал, что будет открытие этого сквера, посвященного участию автобазы в войне Решил сводить внука и поприсутствовать для этого мероприятия Большое слово победа, конечно Деды нам Что мы здесь оживем, это все ради И они погибли, а мы продолжаем их жизнь А так все хорошо И памятник, все отлично По словам жителей, об открытии узнали случайно и не могли не прийти Торжественная ленточка перерезана, цветы у постамента Построенные в 75-м году памятник обновили в честь 75-летия Великой Победы Никита Ермаков, Александр Антропов День с толком На ювелирном заводе Ермола к празднику Великой Победы Сделали большую партию памятных значков, тысячу экземпляров Как работает производство со штатом в 15 человек И почему их изделия можно назвать вечными, выясняла наша съемочная группа С ними в носке вообще ничего не случится, если не кататься грудью по асфальту Теперь, после того, как все этапы работы над двумя видами значков остались позади Можно и посмеяться Но еще несколько дней назад на ювелирном заводе Ермола было не до смеха Сначала мы делаем общий контур, общий фон Он будет на самом нижнем Любое изделие начинается с эскиза и создания 3D-визуализации дизайнера После создания 3D-модели вырезают тестовое изделие из воска и согласовывают его с заказчиком После делают форму в гипсе и отливают готовый значок Если изделие массовое, то сначала изготавливают резиновую форму, с помощью которой получается необходимое количество значков Мы берем резинку и обязательно надо ее проталькать Тальк специальный для резинок Мы его наносим туда, чтобы у нас воск не прилипал к резине Мы сначала отливаем вот такие вот восковые модельки Потом припаиваем к общему столбу, это называется елка Потом, получается, относим в литейку, там уже формуют, формируется, так сказать, форма для заливки металла Заказ на тысячу значков ювелирному заводу сделала администрация края Таких елочек понадобится около 15 штук На каждой здесь 75 заготовок Все горячие работы происходят почти автоматически Летейщик лишь следит за действиями машин Я отливаю полуфабрикаты, собственно, из разных металлов в зависимости от задач В данном случае мы будем лить сегодня бронзу После значки отделяют от елочки, припаивают к ним крепления и чистят до блеска И только потом покрывают эмалью Всего на их изготовление ушло 5 рабочих дней без учета ожидания материалов А напоминать о Великой Победе тем, кому сувениры достанутся, будут долгие годы А еще в честь юбилея Великой Победы в крае восстанавливают надгробные камни участников Великой Отечественной С такой инициативой выступил Алтайский союз промышленников В итоге для их работы подобрали больше 30 надгробий в Барнаульской зоне и в районах неподалеку Все эти памятники разрушились или пришли в негодность из-за того, что у умерших ветеранов уже не осталось родных на малой родине Сегодня ведь так, им по 90 И дети-то тоже ведь все пенсионеры Не у каждого есть достаток, чтобы подновить этот памятник Поэтому мы смотрим на благосостояние И могут ли они, кроме того, что травку собрать, что подправить, где-то покрасить, где-то оградку поправить То есть, может быть, количество этих памятников будет увеличиваться? Будет увеличиваться с каждым годом Алтайские песковики из-за пандемии не уехали на места сражений Но судьбы пропавших без вести солдат продолжают узнавать онлайн по просьбам родственников Клюшников Петр Лаврентьевич и Антонина Лаврентьевна Видите? Вот Все Три строчки Да Вот призван, где служил Подержал на руках, понянчил и ушел Навсегда в армию Петра Клюшникова призвали в 1939-м, в год рождения младшей сестры Тони А в 1941-м его направили служить Не служить, уже война когда началась На Белорусский фронт И все И так вес Весточка о нем не было никакой Вот это было единственное письмо Единственная, наверное, фотография И в 1944-м году приходит похоронка После она потерялась И судьба брата для нее осталась неизвестной Только в этом году алтайские поисковики установили, что произошло Ранен и после ранения уже дослуживал каким-то плотником В каких-то он рядовой был А потом-то вот и написано, что от ран скончался в госпитале Добрый, общительный Ну вот То, что у меня запомнилось Этот смелый, добрый и навечно молодой парень похоронен в Полесе в Белоруссии А совсем скоро его имя увековечат на родине Это радость, что я наконец-то я увековечу имя служившего парня молодого Который погиб в молодые годы Мемориал славы Здесь свыше 14 тысяч имен наших земляков Которые так и остались на полях боевых сражений Те фамилии, которые потемнее, были добавлены давно А те, что еще блестят совсем недавно Так, в прошлом году здесь появилось сразу 25 фамилий красноармейцев И все это благодаря поисковикам Поднимаем бойца Ребята нашли в квадратной роще останки красноармейца Поисковые экспедиции к местам боевых сражений за пандемией коронавируса поставили на паузу На работу ведут в другом направлении Поступил к нам запрос поискать по родственникам из Вера Бельщич Ефим Петрович Через ресурсы ОБД «Мемориал. Память и подвиг народа» Поисковики узнают судьбу пропавших без вести С одной стороны, просто, потому что при наличии интернета ты зашел и работаешь С другой стороны, сложно, потому что, еще раз повторюсь Из-за многочисленных ошибок в написаниях имен, например, вы сразу так с первого раза не найдете имя То есть это нужно работать Такая путаница возникла из фамилии Ефима Бельщича, нашего легендарного земляка Он был одним из тех, кто защитил памятник тысячелетия России от фашистов Он был командиром артиллерийской батареи Которая поддерживала тогда, в январе 1944-го, наступление лыжного батальона Который первым перешел через озеро Ильминь и первым перерезал железную дорогу Таким образом, наш земляк, поддерживая в нем свои батареи наступление этого батальона Он в том числе не дал фашистам вывезти эту память Иногда на поиск уходит 10 минут, а чаще всего месяцы Эта работа, конечно, не такая зрелищная, признаются поисковики, но не менее важная И пока нет экспедиции, все свое время они посвящают работе в интернете Ежедневно к ним приходит до пяти заявок от родственников погибших и потерянных Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком А следующим нашим героям узнать судьбу своего солдата Помог его боевой товарищ, письмо, много лет назад Теперь это письмо и единственное фото мужчины Все, что есть у семьи в памяти героя За 75 лет многое может стереться из памяти Но только не события времен Великой Отечественной В преддверии 9 мая родственники героев приходят отдать дань памяти победителям Валерия Дедловских приходит сюда каждый май Дань памяти родственнику Николаю Говорит, он ушел воевать со всем мальчишкой 18 лет Он только женился на женщине с голубыми-голубыми глазами И его забрали на войну Сначала финская, следом Великой Отечественной Младший лейтенант десантного батальона Командир взвода противотанковых ружей В 42-м Николай Дедловский воевал под Сталинградом Несколько суток боя, но солдаты не сдали Миллион немцев боевали против нас Это коричневая чума Миллион немцев И мы все-таки победили, несмотря ни на что Боевой товарищ Николай написал письмо его жене Марии Егоровне То самое, которое боялись получить с фронта Сегодня эти строки с болью и гордостью вспоминает Вера, племянница героя Они выбили немцев из села Латашкино Где десант бился около 4-х суток Большинство погибло, в том числе и Николай Иванович Дедловский Память о героях хранят бережно Шесть красных гвоздик, дань уважения, смелости и отваги Возлагает к монументу священная земля Сталинграда С особым трепетом вспоминает о место, где он воевал и то, где родился Наша семья жила прямо около самой церкви в Коробейниково Где находится икона Казанской Божьей Матери Села Коробейниково, щилд Алтайского края И может быть даже сама Богородица послала этих мальчишек защитить нашу страну И они отстояли ценой своей жизни А в День Победы их родные встанут в ряды бессмертного полка в этом году онлайн Чтобы мы и будущее поколение помнили Мария Микшута, Александр Антропов, День с толком В год 75-летия Победы, когда все официальные мероприятия отменены Отдать должное солдатскому подвигу всем вместе можно Так 9 мая в Алтайском крае организуют сразу несколько акций Бессмертный полк в онлайн формате будет идти весь день В час дня автомобилистов просят остановиться и посигналить одну минуту Ровно в 7 вечера пройдет общероссийская минута молчания А в 7.01 всех ждут на балконе или крыльце с портретом своего героя Для того, чтобы всем вместе спеть День Победы Желающие потом могут остаться для исполнения хором других любимых военных песен А в 21.50, когда стемнеет, в каждом окне просят зажечь свечу или фонарик, вспоминая погибших Тем временем в Барнауле уже начались торжества во дворе Валентина Аскерова продолжит Заколдованные выступлением зрительские глаза Уже больше месяца все концерты показывают только по телевидению или в интернете Но только не сегодня живая музыка звучит в их собственном дворе Как не прийти? Так вот нюанс в том, что наши поколения уже там Они брали Берлин, мы брали Кабул Они брали еще чуть, может еще чуть возьмут Ну так вышло в этом году, ну что теперь Переживем, всех переживем Подпевают, смеются, задумываются о важном, фотографируют на память и пританцовывают вместе с артистами Театральную смену сегодня они сменили на уличную, импровизированную Идут мурашки Это очень волнительно, это очень ответственно Потому что, ну скажу честно, это же соседи А здесь как споешь, так и дальше потом и проживешь Во время Великой Отечественной войны были как раз-таки те самые бригады Которые ездили на передовые и выступали не то, что просто на асфальте Они выступали под свист пуль и под разряды бомб Уже где-то, наверное, месяца полтора без сцены, без зрителя Спускаемся на концерт и я говорю Вот тебе хорошо, Арсен, с утра сегодня просто уже работала Я говорю, ты не так волнуешься, а я как будто первый раз на сцену выхожу Проходит и это тоже пройдет Но главное, чтобы мы не теряли боевой дух Главное, чтобы мы держались вместе вот таким большим, крепким звеном, петелька крючочек Кстати, концерт транслировали в прямом эфире И нетрудно догадаться, что слушать музыку зрителям гораздо приятнее, чем информационный шум Валентина Аскерова, Николай Шилко, День с толком Сегодня в Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса Посвященного 75-летию Великой Победы Проект «Мы победили, жизнь продолжается» организовал фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева Изначально планировалось торжественное награждение, но из-за пандемии пришлось отказаться от публичного мероприятия Свои награды накануне Великого Праздника, как и обещали организаторы Сегодня получили все победители медиаконкурса «Мы победили, жизнь продолжается» Призы вручали с учетом ограничительных мер Из-за пандемии пришлось поменять и главный приз Вместо поездки в Москву для празднования победы семья Герасимовых получила денежный эквивалент До сегодняшнего дня мы, конечно же, мечтали, что мы поедем на День Победы на парад в город Москву Но так получилось и очень хочется съездить Поэтому мы думаем, что мы все-таки их отложим до сентября месяца Приз за второе место вручили Софье Шалупиной из Бийска Оказывается, школьница давно мечтала о ноутбуке и полтора года копила на него деньги И теперь Соня счастлива Когда я увидела, что у меня второе место, у меня сразу слезы радости на глазах И я просто очень рада, что он мне достался Софья, как и все школьники, обучается дистанционно И до сегодняшнего дня брала ноутбук у мамы Теперь у нее есть свой, который она получила за свою работу Современный смартфон появился и у Андрея Дворникова из Заринска Смартфон с камерой, будешь снимать еще ролики не только про своего дедушку Ну и вы же участвуете, так понимаю, правильно, что в конструкции, да? Да, да, да Вот, поэтому я думаю, что полезно будет Сам будешь снимать, кто-то будет тебя снимать Как ты такой красивый, молодец Еще один смартфон от фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева Вручили братьям Шичковым Семен и Максим между собой уже решили, кому достанется приз И даже монетку кидать не пришлось Если я на андроиде, то маме, если айфон, то папе Мы победили, жизнь продолжается Так назывался медиаконкурс фонда Александра Прокопьева Победители названы, призы вручены Все конкурсанты получили электронные дипломы Но после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом Дипломы можно будет взять в отпечатанном виде До новых конкурсов, до новых побед Евгений Плохотин, Никита Ермаков, Иван Зяблицкий, Александр Антропов День с толком Известные футболисты Соболев, Кокорин и Чочиев Помогли собрать деньги на помощь алтайским врачам, которые борются с коронавирусом Команда футболистов устроила онлайн-битву с барнаульскими киберспортсменами в игре Counter-Strike Победу одержала команда футболистов Несмотря на то, что барнаульские киберспортсмены входят в рейтинг лучших игроков в Counter-Strike России Трансляцию комментировал наш земляк Михаил Миламет, который сейчас работает на спортивном канале Матч Организаторы заранее решили, что шоу-матч будет благотворительным Онлайн-сражение шло более трех часов В это время зрители отправляли пожертвования на счет фонда содействия развитию Барнаула Около 120 тысяч рублей сейчас на данный момент собрано Еще теоретически может что-то упасть на карту Примерно сумма пока такая Мы планируем пообщаться с представителями Мигздрава Может быть с кем-то из больницы узнать, что необходимо И затем уже закупим все необходимое и туда отвезем Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компании Валар До встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!